Юноши строгие и элегантны, девушки грациозны и изящны. В Славянске-на-Кубани прошли соревнования по одному из самых красивых видов спорта – спортивным танцем «Славянский вальс». С участниками пообщались наши корреспонденты. Танец и спорт – что может быть общего у двух, казалось бы, разных направлений. Но, как оказывается, танцевальный спорт на сегодняшний день не просто существует, но и пользуется большой популярностью среди молодежи и даже совсем юных спортсменов. Самому маленькому участнику турнира было пять лет. Мне нравится то, что здесь танцуют детки красивыми танцами, и они держат шею красивую. Я уверена, что у меня все получится, и я буду держать улыбку, шею. Я уже давно занимаюсь, я в этом году записалась. Я люблю танцы, люблю танцевать. Мне нравятся пальные, потому что они спортивные. Я люблю спорт, я люблю награды. Но больше всего хочется кубок получать. Я вот тренируюсь, чтобы получить кубок. Обратился к участникам и гостям соревнований с приветственным словом председатель районного совета Григорий Литовко. Я желаю вам всяческих успехов, гостей, чтобы вы послалили свои города и районы, наши страны в целом. Всем здоровья, счастья, успехов. И сегодняшний турбин славянский парень объявляется открытым. Почему танец можно считать спортом? Потому что он требует от танцора таких же качеств, которые свойственны большинству настоящих видов спорта. Физическая сила, гибкость и координация, музыкальность, выносливость, дисциплина и командный дух. Грация и стиль. Говорит хозяйка праздника танцев, директор детской и юношеской спортивной школы «Кристалл» Елена Черекьянс. В этом году турнир стал юбилейным, пятым по счету. Сегодня у нас первые соревнования, сегодня у нас открытые первенства города и района. И дети присваиваются разряды, спортивные разряды, юношеские разряды. Поэтому сегодня у нас официальные соревнования, которые входят в календарный план Министерства спорта Краснодарского края. И сегодня наша школа выступила с 228 детей. Все вместе красота и спорт, почему бы и нет. Хотя я хочу сказать, что, вы знаете, балет – это, наверное, один из самых сложных вообще направлений в культуре. Я хочу сказать, и танцевальный спорт тоже очень сложный, потому что надо иметь и физическую подготовку, и растяжку, и выносливость, и еще танцевать душой. Но это не каждому тону. То есть талант плюс труд – дается какой-то результат. Поверьте, как и в принципе в любом спорте. В рамках конкурсной программы участники соревнований должны были исполнить шесть видов танцев – медленный вальс, квик-степ, самбу, джайв, ча-ча-ча, венский вальс. Глядя на участников турнира, легко скользящих по паркету, может сложиться впечатление, что научиться танцевать легко и просто. Но за каждым грациозным движением скрывается кропотливая работа, ежедневные тренировки и просто железный характер. Как и в каждом виде спорта, в бальных танцах есть свои лидеры. Соревнования проходили в течение всего дня. По итогам были определены имена победителей во всех возрастных категориях. Среди славянских спортсменов, воспитанников детской юношеской спортивной школы «Кристалл» четыре танцевальные пары завоевали первое место. Но, несмотря на занятые места, каждый из участников приобрел бесценный опыт выступлений и интересного общения. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».